Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корли. В последнее время возникает... Ну и вопросы от вас я получаю на эту тему, но и видео встречаю какие-то. Я их не смотрю, потому что, ну, знаете, я вот эту вот тему мимо себя пропускаю. Но тем не менее я вижу названия, которые мелькают, знаете, перед глазами, о том, что якобы в Украине будет запрещена наличная валюта, наличные деньги, национальная валюта, любая, наверное, да, кэш, что кэш будет запрещен, и все деньги перейдут в электронный вид, да, то есть все расчеты будут электронные. И странные вопросы, что Украина будет первой страной, в которой ведут электронные деньги, только электронные деньги, да, то есть не как вариант, а принудиловка, только так, да, то есть запрет использования наличных. Вот так стоит вопрос, да, для Украины. Честно скажу, у меня такое ощущение, что это какая-то фигня, вот правда. Это может быть параллельно, да, какие-то банковские услуги параллельные, для удобства контроля за финансовыми движениями, какими-то, да, денежными массами. Это может быть, знаете, попытка контролировать выплату налогов, опять же, откуда идут деньги, куда идут, где люди их берут, что-то такое, возможно. Но, чтобы была запрещена наличка, использование налички, и начали с Украины, это как такая экспериментальная база, что ли. То есть такие вот, да, идут намеки именно на это, что в Украине будет запрещена наличная валюта, то есть любая, национальная, иностранная, любая, да. Давайте посмотрим. Переход Украины на электронные деньги, только на электронные деньги, да, запрет наличных валют, запрет наличных денег в Украине, может ли быть, это реальность, запрет наличных денег в Украине. Мои хорошие, забейте, вот смотрите. Я сразу скажу, вопрос подвешенный, да, первая, вот главная карта, вопрос подвешенный, и никак ни Украина не будет, ни первой страной, ничего такое. А что происходит? Смотрите, мы видим, да, луна и королева мечей, то есть то, что, скорее всего, наводят, да, это как бы такие планы, надежды, наводят тень на плетень, это связано с войной, связано с войной. Некие люди, самоуверенные, как это называется, когда запускают разные, понимаете, разную информацию, которая бы вызывала у людей тревожность. Естественно, это связано с войной. Это специальные технологии психологические, поняли, и ПСО, да, что-то вроде того, как-то так. По сути, это, знаете, это, ну вот, есть атака шахедами, да, есть атака вот этими по луне информацией, вот этой по луне, понимаете, вот это все мраки, это все чуши, брехняет, провокация, забейте. Не будет этого. Это очень, все такая, знаете, подвешенная тема. Понимаете, если это и случится, то явно Украина не будет первой, понимаете. Для Украины это подвешенный вопрос. Возможно, это и будет тенденция в мире, когда-то к этому будет мир приходить, я не удивлюсь, да. Но явно Украина не станет экспериментальной базой, да, вот как мы говорим. Может ли Украина стать экспериментальной базой для этих финансовых изменений? Ну вот смотрите. В Украине, конечно, будут какие-то изменения финансовые. Будут. Несомненно, да, по смерти мы видим какие-то изменения относительно денег, очень хорошо карты говорят, да, будет трансформация какая-то в финансовой системе. Несомненно. Скажем так, скорее всего, это будет в сторону ужесточения, для ужесточения, для пентакливых королей, скажем, для больших сумм, для людей, которые имеют большие деньги, большие суммы переводят, частые, ну или бизнесменам, предприниматели, опять же, тоже, может быть, короли пентакливые. То есть я бы сказала, что будет ужесточение с этой стороны. Но, посмотрите, это все по умеренности, то есть это все плавно, постепенно, потихоньку, без каких-то ярких, резких телодвижений, да, но, да, оно идет к ужесточению. По королю мечей, несомненно, это решение, какие-то острые, даже несколько болезненные, будут приниматься относительно финансовой системы, касаемо пентакливых королей. Скорее, это, я же говорю, борьба, возможно, с невыплатами налогов, с незаконными какими-то манипуляциями, с большими суммами, но это скорее касается вот этого. То есть я не думаю, что есть планы ущемлять, понимаете, там, чью-то минимальную зарплату или какие-то там сбережения в пару тысяч долларов даже. То есть речь тут немножко вообще о другом. Ну, то есть множко, множко о другом. Поэтому не нагоняйте, не нагоняйте вот здесь страху, хотя бы здесь. Ну, а то, что применяются какие-то технологии, вот это связано, скорее всего, с военными какими-то делами. Вот эту луну нагоняют, нагоняют, да, ну и что? Эти процессы, во-первых, не будут быстрыми, это все постепенно, постепенно, постепенно водится. Но я вообще, вот знаете, у меня вообще ощущение, что с гривной произойдут какие-то серьезные изменения. То есть будет ли эта гривна вообще, сохранится ли она? То есть возможно со временем, ну не знаю, может мы перейдем на евро, или будет какая-то другая валюта общая, знаете, мало ли. Ну вот такое ощущение, что с гривной вообще будут происходить очень серьезные какие-то трансформации. Но речь не идет о том, что запрет всей налички. Это не об этом. Немножко другая история, и это больше касается действительно пентакливых королей и каких-то, ну таких крупных, денежных, наверное, потоков, скорее. Ну и поумеренности. Самое главное, что это поумеренности, то есть ни быстро, ни резко, постепенные какие-то... Постепенные процессы. Постепенные процессы. Но я думаю, это общемировые. Вряд ли Украина здесь станет лидером. Не думаю. Такой ответ. Спасибо.